Мир доброты и красоты. Под таким названием в Колыванском краеведческом музее состоялась выставка местных мастериц. Главная тема работ – православие. Иконы, расшитые бисером, крестиком из бересты. Сегодня для многих вышивальщиц хобби превратилось в образ жизни. Проходим сюда. Проходим. Серебряные и золотые нити, шелковые и мулине, парчевые ткани и тончайшая цветовая гамма бисера и каменьев. В выставочном зале необычная экспозиция. Это святые Иисуса Христа, Богородицы, святителя Николая Чудотворца, великомученика Пантелеймона и Блаженной Матроны. Мастерицы их создают в различной технике – крестиком, бисером, гладью из бересты. И сама-то выставка сегодняшняя посвящена именно вот этой замечательной темой. Здесь работы наших замечательных мастериц. Причем не просто колыванских, а еще и из сел. Зоя Леонидовна несколько лет назад занялась художественной вышивкой. И сразу не простой, а миниатюрной. Теперь цветыни она создает своими руками. Издалека даже и не поймешь, нарисована эта картина или вышита. Занятие вроде и несложное, но в этом случае очень кропотливое и тонкое. Это мне дает настолько умиротворение в моей душе. Уходит нервозность из моей жизни. Уходит, ну, в общем, покой. Покой умиротворения. Можно других слов даже и не подобрать. Каждый оттенок, каждую черту лика, иконы или картины нужно передать разноцветными нитками. У мастериц на одну работу уходит почти полгода. Для этих вышивальщиц хобби превратилось в образ жизни. Многие для создания своих работ получили благословение священника. В церкви уверены, прийти на выставку полезно любому верующему. Каждый человек, я думаю, из тех, кто работает в этом направлении, вот его душа тянется к Богу. И он как бы эту красоту хочет поделиться, вот не только это Богу дать, но и поделиться с окружающим. Сегодня мастерицы о своих работах готовы не только рассказывать, но и делиться опытом их создания. Каждый месяц они собираются вместе, устраивают мастер-классы, обмениваются идеями. Сейчас идет подготовка к новой выставке. Посвятят ее 300-летнему юбилею Чаусского острога.